Вам кажется, что у вас маленькая и тесная квартира? Не хватает квадратных метров? Тогда вы не были в Гонконге. Гонконг считается одним из самых дорогих в мире, при этом примерно 50% его населения проживает не в самых лучших условиях. Общая площадь стандартной квартиры на 5 человек составляет 25-28 квадратных метров. В очереди на социальное жилье в Гонконге стоит свыше 100 тысяч человек. Невероятное количество разнообразных местных достопримечательностей заставляют людей покидать насиженные места и отправляться в самые экзотические и удаленные места планеты. Наряду с чудесами животного и растительного мира, историческими ценностями и памятниками, путешественников привлекают и эксклюзивные изюминки, типа самый длинный, самый большой, самый высокий. На этом месте списка вполне можно остановиться, если речь заходит о достопримечательностях Гонконга. Уже почти два десятилетия, олицетворяя поистине восточную тонкость и изящество, заложенные в тонких и витиеватых высотных сооружениях, Гонконг затмевает в деле строительства самых высоких зданий в мире своих знаменитейших конкурентов в Токио, Нью-Йорке, Сингапуре, Лондоне, Сан-Франциско и является непревзойденным рекордсменом в номинации «Самое большое количество небоскребов». Они стоят не только на материке, но и на искусственно созданных насыпях, сооруженных на отвоеванных у моря территориях. Небоскребов высотой более 150 метров здесь насчитывается 294. Конечно, не от хорошей жизни гонконгцы застраивают свой город ввысь. Острая нехватка земли при быстро растущем населении – это проблема мегаполиса. Поэтому перед строителями и архитекторами стоит задача строить высотные дома не только для размещения там офисов и коммерческих организаций, но и для использования их в качестве жилья. При этом специалистам необходимо учитывать повышенную сейсмичность региона, а также разрушающие действия мощных тайфунов. Гонконг является самым густо застроенным городом мира. Нехватка земли заставляет занимать под строительство прибрежную территорию. Купить щебень высокого качества здесь не проблема. Такие экстремальные условия помогли Гонконгу стать мировым лидером в области технологий сооружения надежных высотных бетонных конструкций. Гонконг – огромный перенаселенный бетонный город. Между парками нужно перемещаться на метро. С крыши жилого дома где-нибудь в Монгкоке нужно очень постараться, чтобы среди бетонного ландшафта заприметить хотя бы одно дерево. Гонконг – удобный город, если сравнивать его с Москвой или другим постсоветским миллионникам, ежедневно запирающим пробками своей транспортной артерии на 2-3 часа утром и вечером. По сравнению с экс-СССР в Гонконге есть развитая система общественного транспорта, который даже ездит по выделенной полосе. С другой стороны, в Гонконге нет широких бульваров, чтобы по ним можно было гулять. Тротуары вечно переполнены людьми. Дороги между небоскребами нужно пересекать по пешеходному мосту, брошенному по второму или третьему ярусу где-то над дорогой. В градостроительстве основной акцент уделяется автомобилям, поэтому ландшафт изрезан многоярусными эстакадами и развилками, а не парками. О свежем воздухе и речи быть не может. Ежедневная жизнь протекает среди бетонных стен улиц Гонконга. Люди вынуждены делить маленькие квартирки с высокой стоимостью аренды на нескольких человек, чтобы оплатить жилье. Иногда государство предоставляет жилье по льготному тарифу, но тогда в морально и физически устаревшем жилом фонде. Выход на крышу в государственных домах часто открыт. И не потому, что Гонконг привлекает открытыми крышами фотографов-руферов, а потому, что на крышах тоже живут люди. С последнего этажа жилого дома, куда еще ходит лифт, жители государственных пентхаузов сворачивают на лестницу и через технический этаж выходят на крышу. В архитектуру дома, лифтовые шахты, технические помещения, встроены несколько дополнительных квартир. Согласно оригинальному проекту, крытых помещений на крыше было предусмотрено мало, поэтому пространство под открытым небом также используется как жилплощадь. Фантазия разделяет крышу на гостинные, прачечные и игровые комнаты. В таких квартирах чаще всего живут иммигранты. Центр Гонконга формировался очень беспорядочно. Часто на целые кварталы нет ни единого дерева. Дома стоят так плотно друг к другу, что в узкие проходы между ними почти не проникает свет. Почти половина резидентов Гонконга проживает в так называемых социальных зданиях и пользуется различного рода жилищными субсидиями. Съем жилья в таких домах дешевле, чем в частном секторе. Кроме того, оно субсидируется из доходов, полученных от сдачи в аренду земли и помещений под автостоянки и магазины в самих социальных зданиях и непосредственно вблизи них. В Гонконге по состоянию на январь было зарегистрировано более 427 тысяч человек строительных специальностей. Однако производительность этих работников снижается, так как около 40% из них старше 50 лет. Рекордная цена на недвижимость отражает высокий спрос на офисные помещения в центре Гонконга, который является одним из наиболее дорогих рынков недвижимости в мире. Гонконг считается одним из самых дорогих городов в мире, однако за его процветанием скрывается и невероятная бедность. Если молодая семья покупает жилье в Гонконге, площадь квартиры не спрашивают. Спрашивают только цену. Жилье настолько дорогое, что многие живут в прямом смысле на двух квадратных метрах. Полмиллиона долларов за 17 метров квадратных. Дом для комара. Как прозвали эти квартиры, по площади близкие к стандартному у нас паркоместу. Но стоит такой дом почти 4 миллиона гонконгских долларов или 516 тысяч долларов американских. Иностранные инвесторы охотно строят жилье в Гонконге, но ориентируются на премиум-сегмент. Это в свою очередь подталкивает рынок к росту цен на любое жилье. Больше всего страдают бедные слои. С 2007 по 2015 год цены на квартиры площадью 100-160 метров квадратных подскочили в два раза, а на квартиры площадью менее 40 квадратных метров в три с половиной раза. Вместе с тем вырос и средний доход населения, но только на 42%. Те, у кого нет денег на собственную квартиру, согласны и на собственную клетку. Может быть и тесно, зато 130 долларов в год. Такое себе может позволить и простой пролетарий. Это не 1380 в месяц за микроскопическую однокомнатную квартирку. О том, что живешь в клетке, говорить не принято. Можно жить в клетке и работать на якобы престижной работе, например, в банке. Если сотрудники узнают, где живешь на самом деле, засмеют, даже если сами тайно живут в подобной клетке. Люди спят в одном углу, едят в другом, а в третьем хранят свои вещи. А если повезет, в четвертом углу будет стоять телевизор, и тогда можно будет отвлечься после долгого рабочего дня. В то же время бетонные джунгли Гонконга усиливают радиацию. Дозиметр показал, что постоянный уровень радиации в Гонконге – около 0,2 микрозиверт в час. То есть годовая доза составляет примерно 2 микрозиверта. Это несколько выше, чем в таких крупных городах, как Токио и Пекин. Одним из основных источников излучения является бетон, или точнее, местный гранит, который используется при производстве бетона вместо более дорогого цемента. Риск возникновения рака увеличивается на 4-5% с каждым зивертом излучения, который поглощает ваш организм. Фоновая радиация в Гонконге выше по той причине, что содержание радионуклеидов в гранитах в этом регионе выше, чем в среднем в мире. Хотя повседневная доза радиации далеко не фатальная, но совокупное воздействие нескольких источников может быть причиной для беспокойства. Для решения проблемы нехватки жилья Гонконг планирует создать искусственные острова для строительства в дальнейшем домов на их территории. Искусственные острова площадью 688 гектаров расположатся к востоку от острова Лантау, самого крупного на территории Гонконга. В будущем здесь будут построены от 260 до 400 тысяч домов для размещения до миллиона ста тысяч человек, что соответствует 15% населения Гонконга. Работы по созданию островов стартуют в 2025 году, а к 2032 году жители Гонконга смогут начать перемещение в новые дома. Если любоваться ночным Гонконгом с высоты птичьего полета, то возникает космическое ощущение нереальности картины, переливающиеся мириадами огоньков башен, домов и торговых центров, насчитывающих сотни и сотни метров, устремившихся в небеса невероятных ажурных построек. Просто невозможно не познакомиться с ними поближе. Необходимо отметить, что по местному законодательству высота строений Гонконга не должна превышать высоту окружающих гор. Невозможно себе представить, что можно было бы увидеть на месте современного великолепия при отсутствии такой нормы. Грандиозная красота и величие красивейших высотных зданий Гонконга неизбежно запечатлится ярким пятном в памяти любого путешественника, ищущего новых открытий и экзотических ощущений для пополнения личной коллекции настоящих открытий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА